привет газелисты и зрители моего канала сегодня значит мы меняем помпу на газели бизнес двигатель 4216 и так значит разобрали вот верхнюю часть телевизора уже слили тассол ну тут антифриз у нас залит значит кому интересно это более подробно есть в моем видео значит замена электромуфты включения вентилятора сейчас ссылку дам кому интересно там более подробное сливание это соло разборки значит телевизора снятие вентилятора ну и так далее здесь значит перейду ближе к делу значит и что мы делаем снимаем радиатор для этого снимаем патрубки вот у нас значит вот видим следи значит эти фриз уже слит у нас антифриз убираем значит нашу воронку чтобы не мешалось ну и конечно же не забываем пробку радиатора иначе будем снимать радиатор у нас тут все побежит отодвигаем диффузор снимаем значит патрубки у нас значит евро 4 мотор с электродросселем поэтому у нас вот два длинных патрубка всего идет нет соединителя на нижнем патрубке у кого евро 3 можно снять соединители все так далее если мы не сняли ремень это хорошо если сняли то нужно одеть обратно вот и сорвать болты крепления шкива значит 4 болта ослабляем ремень опять головкой на 15 натягиваем пружину ролика и снимаем ремень так теперь откручиваем шкив помпы болты мы уже сорвали легко откручиваются от руки так ну и снимаем старый шкив он кстати с новой помпой в комплекте не идет так теперь значит снимаем патрубки с помпы ну тут видно хомут уже не заводской стоит заводские обычно пружинчатые идут хомутики но как с правой стороны снимаем такие хомуты значит зажимами можно пассатижами удобнее всего такими зажимами снимайте не фиксируются нажатии вообще классно у кого есть то советую их ну и снимаю по трубке ну немножечко то соло антифриза может вылиться ничего страшного там все очень мало выливается обычно убираем все шланги в сторону чтобы они нам не мешались откручиваем значит гайки крепления помпы вот ну в данном случае у нас так четыре шпильки и один болт крепления на более новых моделях идет всего три шпильки то есть нужно откручивать три гайки вот самый нижний и и нет там болт на 6 ты от места не там немножечко другая модификация умею сейчас попозже покажу так видим открутили значит гайки открутили болт вот можно в дэшкой брызнуть их чтобы легче выходила иногда она закисает довольно таки плотно сейчас посмотрим пойдет не пойдет на нас покачиваем из стороны в сторону и она у нас достается значит сразу скажу когда мы достанем помпу хоть мы охлаждающую жидкость сливали все равно где-то около литра выльется поэтому поставьте заранее ведерко под машину этот уже эту охлаждающую жидкость нам уже не собрать она там на защиту попадает и все же марается и так достали помпу вот видим она у нас прокладкой конечно прокладку конечно будем ставить новую видим здесь у нас она уже бежала значит это походу между половинок помпа она бежала у нас но и болталась шумела значит сейчас я вам покажу отличие помпы евро 3 от евро 4 видим двигатель 42 16 газель бизнес евро 3 значит в чем их отличие значит видим у нас здесь выход на тонкий шланг под шланг на 8 вот видим сверху выход и он идет на подогрев дросселя а мы знаем что на евро 4 значит подогрева дросселя нет там электропедаль стоит там значит немножечко назначение этого патрубка другое сейчас покажу вам евро 4 помпу значит частенько потому что бывает привозит не ту помпу вот сейчас я вам покажу отличие соберем его значит евро 4 помпа у нас также двигались 42 16 газель бизнес в чем ее отличие здесь значит у нас выход под толстый патрубок на 18 он идет к расширительному бочку вот оно все и отличие у нас какое также немаловажный момент смотрим на старой помпе у нас было 4 шпильки вот она новой помпе у нас значит всего их три это уже более новая модель помпа идет обычно продаются столько с тремя шпильками мы еще не видели в магазинах под 4 шпильки обычно с тремя продаются и дается там такая заглушка специальная от производителя шпильку выкручиваем и закручиваем туда эту заглушку вот устанавливаем такую же помпу уже но мы сделаем немножечко по-другому значит и выкрутим этот болтик на 6 он идет у нас сам болт на 6 головка на 10 значит выкручиваем его и рассверлим отверстие значит сверлим обязательно после того как убедимся что у нас именно помпа стоит данной модификации с четырьмя шпильками если там три шпильки то среди ничего не нужно так поставили новую прокладку значит смазали ее литолом шпильки тоже смазали литолом в дальнейшем чтобы было легче разбирать в следующий раз вот нежели на герметике если вы посадили потом очень значит тяжело разбирать ее будет и также устанавливаем покачиваем из стороны в сторону и она должна плотно у нас встать на свое место так все и установили значит теперь собираем все в принципе в обратной последовательности наживляем гайки и постепенно затягиваем можно крест на крест вот болтик тоже литолом смазали чтобы он у нас не закисал в принципе все спасибо всем кто смотрел кому моя информация была полезной ставьте лайки подписывайтесь на канал всем пока